Весь контроль, учет и процесс доения ведется автоматикой, роботами. Космос, на селе, да и только высокие технологии дошли до сельского хозяйства. На ферме Райнура Ахметова тысячи голов крупнорогатого скота. И всем этим огромным хозяйством, по сути, управляет один человек. Тот, кто сидит за компьютером и нажимает на кнопку. А куда данные выходят? Данные выходят в компьютер, можно и удаленным доступом управлять и посмотреть. Это корова, которая дает молоко, а это молочный продукт от коровы, которая дает молоко. Новая система ветеринарного контроля сможет отследить всю цепочку производства продуктов животного происхождения. Молоко, мясо, рыба и их производные. Все, что попадает на прилавки магазинов, теперь будут иметь электронный документ, содержащий практически всю информацию о товаре. Для тех, кто с компьютером давно уже на ты, заполнение электронных бланков через интернет не составит большого труда. Фермеры надеются, что электронная система Меркурий – это их шанс открыть новые горизонты. Все через компьютер смогут увидеть хороший товар. Главное, чтобы сеть не подкачала. Чтобы новая система с таким космическим названием, как Меркурий, хорошо работала на Земле, нужно установить бесперебойную связь с внешним миром. Для этого нужно, чтобы в каждой даже самой отдаленной деревне исправно работал интернет. Ну вот, опять не ловят медсети. Похоже, что сельским жителям вскоре придется упражняться в прыжках в высоту или же в лазании по деревьям. Говорят, что он если залезть вон на то дерево, то с его макушки хорошо ловит. Однозначно работать проще, быстрее. И даже если продукцию ее же оформляют на том конце, так грубо скажем, мы уже видим, что к нам приедет, в каком-то наше приедет. Торговые сети в Татарстане уже на низком старте. С начала этого года многие отечественные производители уже перешли на новый формат. К примеру, производители колбасных изделий уже отправляют данные через интернет. Молочные продукты в магазины через Меркурий начнут поступать не раньше июля месяца, когда система станет не добровольной, как сейчас, а обязательной. Я прошу у продавца или вот такую большую печатную форму, или существует небольшой вот такой отрывочек. То есть здесь вот можно приложить к андроиду, да? Да. И всю информацию получите, да? Одним движением руки на экране смартфона можно увидеть всю информацию о продукте. Кто произвел, когда произвел и почему произвел. Все эти данные – настоящая база улик, вещь доки для дальнейшего расследования. Основной целью как раз и являлась борьба с фальсификацией. Система является полностью прозрачной. Участник, любой пользователь может зайти в электронный журнал и отследить, сколько, допустим, пришло молока в молокоперерабатывающие предприятия и сколько вышло молочной продукции из самого предприятия. Учитывая рецептуру, можно высчитать процент потенциального подмешивания суррогата, того же самого пальмового масла или говяжьего жира. Теневой рынок, он очень быстро ориентируется. И на любой шаг государства что-то уравновесить. Обычно всегда эти меры ложатся на плечи допропорядочных предпринимателей или граждан. Те, кто фактически против кого направлены эти меры, они очень быстро ориентируются и находят эти лазейки. Производители молочных продуктов уверены, что новая система ветеринарного контроля действительно нужна. Ведь подлежащий камень, как известно, вода не течет. Но смогут ли эти меры остановить засилье на прилавках суррогата? Молочных продуктов без молока, а мясных без мяса. Среди сообществ, переработчиков и тех, кто занимается производством молока, бытует мнение, что в течение месяца или двух данная система позволит тем людям, которые занимались, допустим, подлогом молока, там, какими-то молочными субстанциями, что они очень быстро найдут выход и будут также либо от мертвых душ принимать молоко, либо покупать справки, которые позволят им якобы принимать это молоко. Опасения были, действительно, и в финансовом плане были опасения, как вот справиться с определенной торговой точки, свободной розницей, с такой нагрузкой. Все-таки покупка оборудования, обучение персонала, это вот вызывает, ну, логично, что вызывает опасения. Нечто подобное в России уже внедряли. Меркурий сегодня сравнивают с системой электронного контроля алкогольной продукции ЕГАИС. ЕГАИС, кстати, также встретили настороженно, но спустя три года стали заметны положительные тенденции. Нелегальным производителям с поддельным алкоголем в магазины уже не попасть. Через кассы проходит только акцизный товар. Остается проблема качества уже легальной продукции. Поставщики могут производить лабораторный анализ своей продукции, чтобы удостовериться в качестве продаваемого им алкоголя. Все происходит. Но это еще, значит, дополнительный контроль все равно? Это дополнительный контроль. Это именно контроль за качеством алкогольной продукции. А зачем тогда внедряли ЕГАИС? Ну, ЕГАИС, он для исключения нелегального оборота алкоголя. Сухое молоко, которое переработано в молоко, оно в определенной степени вредное. Почему мы его допускаем до полков магазинов? Или масло? То же самое. И кто здесь в доме, как говорится, хозяин? Те люди, которые занимаются фальсифицированной продукцией? Или государство? Которое разрешает это все. Которое разрешает все это делать. И это ведь не откуда-то с неба, с Луны или с Марса валится. Последнее заявление от Ткачева, буквально сегодня, недавно объявили о том, что он предлагает запретить вообще использование растительных жиров в молочной продукции. Запретить совсем их использование. Тогда молочная отрасль у нас будет только состоять из молока, как сырья. И также он предлагает запретить использовать сухое молоко в сырах. По крайней мере, я думаю, он хочет очистить на текущий момент полностью, чтобы не было перетягивания каната. Можем мы использовать, не можем. До тех пор, пока оно разрешено, мы не можем выявить, где было нарушение в этикетке или в технологическом процессе. Система государственного контроля может работать. Может работать хорошо и эффективно, но только в одном случае. Если это кому-нибудь будет нужно. Ельзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.